Павел Лусов, белорусский политолог-аналитик, доктор политических наук, с нами на связи. Павел, приветствуем вас. Добрый день. Возвращаясь к информации, о которой мы сегодня говорили, о том, что белорусские военные обслуживают российскую армию и помогают ей с логистикой, как раз это информация от Центра национального сопротивления. Здесь есть такая цитата, хочу ее прочитать. «Это и есть Кремлевское братство, где местный является обслуга для старших братьев, прибывших для обеспечения власти московского ставленника». Ну, на самом деле, действительно, все не так просто. Лукашенко не делает, и все просто для того, чтобы каким-то образом, скажем так, преклониться перед Путиным. Он это, в первую очередь, судя по всему, делает для себя. Как вы и с чем связываете вот эту информацию о том, что в оккупированной Беларуси местная армия обслуживает российские оккупационные войска? Так начинается как раз эта информация, оккупированная имеется в виду Россией. С чем вы это связываете? С тем, что Лукашенко побаивается, что может что-то происходить на территории самой Беларуси? Вы правильно отметили. Беларусь оккупирована. Если Беларусь оккупирована и стратегический, политический контроль осуществляет за территорией Беларуси Россия, то Лукашенко немного имеет каких-то возможностей этому сопротивляться или сохранять автономию политическую или стратегическую в тех решениях, которые принимает Кремль. И на положение Беларуси необходимо смотреть системно. То, что Россия вводит, выводит войска, это не определяет или какой-то контингент военный, это не определяет состояние и положение Беларуси в целом. Во-первых, остается очень много военно-стратегических объектов и инфраструктуры военной на территории Беларуси российской, которую Россия использует для размещения своих вооруженных сил. Это базы в Зябровке, в Лунинце, с которых осуществлялись в первый период войны против Украины, вылеты российских истребителей, бомбардировщиков с территории Беларуси. К сожалению, российскими войсками осуществляли запуски ракет по территории Украины. И в целом ничего не изменилось, а ситуация еще более ухудшилась. Если принимать в расчет тот факт, по крайней мере, исходя из тех заявлений, которые делает московское руководство и Лукашенко, на территории Беларуси появилось ядерное тактическое оружие. Вы вспомнили про «Искандеры». Искандеры — именно те носители, которые Россия использует или заявляет, что будет использовать для нанесения тактических ядерных ударов либо по территории Украины, либо по территории близлежащих стран Литвы, Латвии и Польши. Кроме того, вы знаете, что с лета на территории Беларуси остается контингент наемников российских вагнеровцев, хотя часть их была передислоцирована в саму Россию и воссоединилась с вооруженными силами Российской Федерации. Часть была отправлена в Африку. Особенно ситуация изменилась после смерти Пригожина, удачного приземления. Тем не менее, часть вагнеровцев остается в качестве консультантов для вооруженных сил Лукашенковской армии и плюс для спецподразделений внутренних войск, которые активно могут использоваться как для подавления протестов, скажем так, или каких-то непредвиденных акций внутри Беларуси, и так могут использоваться в рамках каких-то военных соединений или в организации провокации на границе с Украиной или с другими странами, как это, в принципе, ожидалось летом 2023 года. Так что, в целом, конечно же, ситуация в Беларуси крайне незавидна, и изменений в лучшую сторону не будет. Еще нужно учитывать и то, что Россия усиливает процесс поглощения в рамках интеграции каких-то систем безопасности, белорусских интеграций в российскую систему безопасности. Ну и вот то, что вы вспоминали, убийство белоруса в Карелии при захвате антитеррористической операции. Это тоже подтверждает, как и подтверждает то, что сейчас объединены системы безопасности в том плане, что есть единый реестр, список лиц, которые преследуются за экстремизмом, терроризмом, какие-то антигосударственные действия как в России, так и в Беларуси. Теперь это единый реестр союзного государства. Павел, еще один аспект, скажем так, делая обзор событий, произошедших на территории Беларуси. Александр Лукашенко снова заявил о выборах, кокетничал. Я бы, наверное, так сказал, потому что неделю тому назад он говорил о том, что пойду-пойду на выборы, все окей, все хорошо. Теперь же на встрече с активом Белорусского союза женщин он начал ерничать, или как это правильно назвать, эту реакцию, что его позиция по этому вопросу, по вопросу похода на выборов, выборов, в кавычках, огромных, может в целом измениться. Там одни женщины были? Ну и Лукашенко. А, ну так, он хотел, чтобы его просили, чтобы все вставали и говорили, нет, только вы, Александр Григорьевич. Тут, я думаю, другое сработало. Я тебе сейчас абсолютно серьезно говорю. Возможно. Возможно. Ну, Павел, как вы считаете, что это за позиция господина Лукашенко? Хочешь, чтобы его просили, наверное? Я абсолютно согласен с вашей коллегой. Просто вот замечание в точку. Вот именно психология диктатуры. Сказать, ну я еще подумаю, а вы меня попросите, поумоляйте. Куда же мы без вас? Что же Беларусь будет без вас делать? Такое трудное положение, ситуация, а вы собираетесь уходить. Нет, конечно же, Лукашенко сам не уйдет, и даже эта мысль никогда в его голове не появлялась. Даже так, условно, он не для того проливал столько крови в Белоруссии после 20-го года, да, и до 20-го года. К сожалению, об этом мало вспоминают, а белорусы также не все помнят, что в 90-х годах, в начале 2000-х годов были физически ликвидированы оппоненты Лукашенко, генерал, бывший МВД, министр, его ближайший соратник Гончар, который организовывал ЦВК и, в принципе, проводил первые референдумы по изменению в институции. Лукашенко настолько себя запятнал кровью, не то что запятнал, он купался в крови, особенно после 20-го года. Не для этого система настолько мощно сконцентрировала, сконсолидировала все ресурсы после 20-го года в подавлении всего того, что является альтернативой. Не для этого Лукашенко продавал Беларусь и России, чтобы она ее использовала в качестве плацдарма для атаки на Киев, чтобы потом поднять руки и сказать, что я ухожу. Потому что для него уход от власти, как и для Путина в том числе, равносильно физической смерти. Эти люди, Путин и Лукашенко, они будут зубами держаться за власть до самого последнего момента, пока их оттуда не вынесут вперед ногами или просто, как, например, того же Альенда, не застрелят в резиденции. Тут, к сожалению, это трагедия для Беларуси. Я не говорю о России, это страна, обреченная на хаос, на упадок и на разложение. А вот для Беларуси и белорусского народа, к сожалению, это большая трагедия, потому что народ будет еще долго оплатить и расплачиваться за ту ошибку, которую он совершил в 1994 году, избрав Лукашенко президентом. Теперь вот эта вот тяга к старому Советскому Союзу стоит, за нее приходится платить, и изменения в Беларуси также не наступят быстро и легко, это будет сложный путь, и многое для Беларуси сейчас решается в Украине. То есть будущее Беларуси, какое оно будет, будет зависеть от того, насколько успешно и быстро Украина сможет выйти победителем из этой войны. Лукашенко также на этой неделе принял решение, видимо, не очень трудное для себя, назначить Александра Егорова новым заместителем главы администрации президента по итогам встречи рабочего Дворца независимости, хотя тут, наверное, слово «независимость» в контексте Лукашенко нужно оставить в огромнейшей кавычке. Вот это изменение, как говорил Лукашенко, застывшего ничего быть не должно. Кадровое обновление, а с чем вы его связываете? Никакого кадрового обновления нет, система будет работать в том направлении, в котором она до этого работала, это репрессии, террор и контроль. Бывший руководитель администрации президента, заместитель КГБ Сергеенко перешел на иную должность в Палату представителей так называемого парламента. Он, скорее всего, возглавит новый так называемый созыв после выборов президентских с тем, чтобы парламент еще более активно участвовал в легитимизации, в обеспечении «правовом» репрессии в стране. И в целом, если мы говорим о том, что произошло в Беларуси после 2020 года, то страна превратилась в своего рода такую неототалитарную систему, где в политике, в политическом, в социальной среде не может существовать никакой альтернативы ни информационной, ни идеологической и тем более не политической. Поэтому никаких изменений существенных просто в принципе в этой системе не может происходить. Мы наблюдаем, говоря об этих процессах, все то, что происходило в Советском Союзе в период вот этого махрового постсталинизма, вот Брежневская эпоха, максимально стабилизировать систему, ничего в ней не менять, ни в экономическом, ни тем более в политическом плане, и таким образом сохранить на несколько лет вперед для того, чтобы Лукашенко мог спокойно себе доправить, а в перспективе, если получится, опять же, это очень важное это слово, значение, если передать эту власть кому-нибудь из своих сыновей. То есть в Беларуси установилась такая клановая абсолютная система, которая включает в себя прежде всего всех силовиков, часть там какой-то администрации, но прежде всего силовой аппарат с целью сохранения максимального долговечного сохранения режима Лукашенко и также после его смерти. Вот аспект родственников господина Лукашенко, накануне его команда хоккейная проводила матч с командой из Витебска, 13-3 победила команда самопровозглашенного президента Беларуси, сам Лукашенко отметился двумя голевыми передачами, а вот Николай Лукашенко забил целые три шайбы ворота противника. В особенности Лукашенко-младшего очень любит пропагандиста, не стесняясь, называя его преемником, рассказывая, что Коля сегодня делал, что Коля делал вчера, вот что он чем занимал себе позавчера. Николай Лукашенко вот в целом в этом мировоззрении пропаганды, да и в целом государственной политике, если можно такой назвать эту деятельность, как он видится? Как преемник? Либо это все шутки для отвода глаз, собственно, как думаете? Нет, это не шутки, это реальность такая, и прежде всего реальность для Лукашенко, потому что психологически... Младшего или старшего? Тут надо уточнять. Именно младшего, именно младшего. Если бы Лукашенко не совсем уверен в старшем сыне Викторе, хотя тот занимал довольно-таки ключевые позиции в режиме, в системе созданной Лукашенко, он был и заместителем руководителя Совета безопасности, был советником Лукашенко по вопросам безопасности, занимался продажей оружия сейчас и также курирует все спецслужбы. Кроме того, он является ключевой персоной в теневых сделках режима Лукашенко, прежде всего с Саудовской Аравии, куда поставляется довольно много вооружений из Беларуси в обход всех санкций, и таким образом клан Лукашенко обогащается. То есть он не последняя фигура. Но в политическом смысле почему-то Лукашенко не очень видит Виктора как будущего руководителя. Он сам неоднократно говорил о том, что он не подходит, именно Виктор. Видимо, в силу каких-то психологических особенностей, косноязычия, он не имеет той хотя бы такой примитивной харизмы, которая имеется у Лукашенко. А вот Николая целенаправленно готовит. В него Лукашенко инвестировал все, что можно было бы взять от государства. Учеба, да он умеет там играть хорошо на портепьяно, знает китайский язык, его там репетиторы обучают всем только, чему можно. Лукашенко его возит с собой на все ключевые мероприятия и встречи с Путиным, Сидзипином, с шейхами арабскими и так далее. То есть там, очевидно, идет вклад в его инвестирование политическое с тем, чтобы сделать преемником. Но тут есть очень важный вопрос, вопрос возобства. То есть для того, чтобы Николай мог занять хотя бы более или менее значительные политические посты, так называемые партии Белая Русь, или хотя бы войти в парламент, или куда-нибудь в администрацию, он должен иметь, по крайней мере, 25 лет хотя бы, чтобы начать активную политическую жизнь. Для этого Лукашенко необходимо продержаться у власти, именно чтобы потом хоть как-то, каким-то образом реализовать механизм транзита еще лет 7. До 30-го года это как минимум, а до 35-го года это как максимум. Но это не шутка. Действительно, психологически Лукашенко хотел бы, чтобы Николай стал его преемником и получил Беларусь на свет. Теоретический вопрос, Павел, хотят ли белорусы, чтобы Коленька был следующим президентом, хотя, возможно, это упразднят эту уже позицию. Спасибо вам огромное, долго можно говорить. Да еще о старшем не закончили, да там еще и Дмитрий есть сын. Ну, ладно, не будем об этом, есть о чем еще поговорить. Павел, обязательно увидимся. Павел Луса, белорусский политолог, аналитик, доктор политических наук был с нами на связи.